приветствую вас друзья вышла недавно в начале июля бесплатная игра первый потомок the first descendant в принципе если отвечать на вопрос стоит ли играть но игра бесплатная в любом случае можно зайти попробовать у каждого свои вкусы тут как бы каждый сам для себя решает но я вот немного поиграл целых шесть часов и уже кое-какое мнение сложилось до понятное дело что 6 часов мало но я столько игр пересмотрел переиграл что я уже примерно понимаю что нас ждет для начала на фоне вы видите могильного стража в режиме перехват в бездне здесь есть пачка различных там каких-то боссов которые открываются на определенном уровне и могильный страж это самый первый причем видно по менюшке что тут некоторые боссы повторяются только цвет у них там меняется ну ладно немножко подэкономили некоторых боссов не делали прям полностью разными также есть еще такой же перехват в бездне единственное что в скобочках написано высокая сложность а здесь у нас обычная то есть вот это вот на фоне это обычная сложность я впервые зашел к этому боссу и он не вызвал вообще никаких сложностей мне не нужно было понимать его боевку его там какие-то тайминги скиллы удары там как тактику к нему подбирать как против него играть то есть он не вызвал ничего никакого интереса никакого прикола абсолютный пустышка какая-то огромная могильная бандура на маленьких ножках которая пропускала день ног стреляют каким-то ракетками которые меня сбивают с ног но и вообще не получаю урон вызывает какой-то дурацкой анимации себе в помощь маленьких пупсиков которые разлетаются очень быстро часто мне заканчиваются патроны надо бегать их искать на видео перед тем как все зайти там где-то в обучении я видел мне показывали там просканировать какие-то зоны которые можно оторвать броню какую-то желтенькую я просканировал пострелял в нее в какой-то момент я на нее запрыгнул оторвал непонятно как что-то от балды поклацал при этом при всем запрыгнуть тяжело поскольку ты прям под него практически залазишь уже не видишь эти желтые области где можно что-то оторвать куда-то там клацаешь она то прилепляется это крюк кошка то не прилепляется в общем какая-то фигня выглядит отвратительно играется примерно также абсолютно не интересный босс у него непродуманная не интересная боевка нету никаких там таймингов не надо подбирать какой-то ключ к победе тактику абсолютно ничего огромное количество боссов есть интересных во многих проектах где очень хороший пве режим пве составляющая в том же самом дэстине в задивижене в лдын рингах там боссы вообще надо каждого босса понимать как с ним играть здесь просто огромная бандура тупая которая стреляет нулем урона иногда там чуть-чуть брони отнимает даже в atomic heart большие боссы там на поле каком-то там шар катался это был интереснее он прыгал об землю создавал какие-то волны нужно было их перепрыгивать здесь вообще ничего просто пустышка прикол по игры где есть пве в том чтобы было интересно играть против этих самых пве здесь же у нас тупая ринделка где вы просто убиваете ботов которые больше напоминают глупая стада напихивая в них кучу патронов все иногда когда они прибегают впритык вы нажимаете какой-то скилл в принципе все максимум можете побегать вокруг этих стадных мобиков и понажимать кнопки в общем перехват в бездне какая-то пустышка абсолютно не проработанный босс 1 остальные я без понятия очень сильно сомневаюсь что остальные боссы прям супер проработанные зачем тогда делать такого беспонтового первого босса который вообще из себя ничего не представляет остальных боссов я не играл с ними поэтому за них ничего говорить не буду но есть очень большая вероятность что они примерно такие же только внешне другие поскольку я кучу игр переиграл примерно как какой-то проект начинает он примерно так и катится прям чтобы там кардинально что-то менялось такого особо я никогда не замечал следующий момент это режим особая операция где нужно защитить ресурсы альбиона операция не меньше 30 минут которая занимает остальные мини задания проходятся буквально там за несколько минут в начале игры там грубо говоря как разные режимы в маленьких заданиях в одной там надо защищать точки в другой там удерживать точки переносить какую-то коробку зачистить одно место или несколько там в общем небольшое разнообразие по зачистке мобов где просто на вас мобики бегут вы якобы играете в разные режимы но все они сводятся к одному мобы на вас бегут вы в них стреляете практически вся игра напоминает одно и то же прилетают кораблики высаживаться мобики бегут на вас стадом вы в них стреляете все но типа режима разные допустим вот защищайте радар взломайте передатчик данных грубо говоря вы будете стоять в какой-то зоне и отстреливаться от мобов и попутно будет этот радар взламываться защита радара это вы стоите но он не взламывается защищается то же самое только называется по-разному или вот проникните на стратегическую точку врага и завершите миссию ну просто пробежитесь к мобам и пострелять в них а потом в конце они будут опять на вас бежать осмотреть подозрительный аккумулятор пока вы его будете осматривать вы опять будете стрелять пока мобы на вас бегут попытаться связаться по связи захватить городской район в любом случае вы просто название разные занятие одно и то же бить мобов в точке прийти в точку и бить мобов походить по точкам побить мобов или в какой-то точке убить мобов с последнего выпадет коробка какая-то ее надо перенести и все грубо говоря абсолютно пве гринделка где вы просто постоянно убиваете мобов также есть еще миссия по разведке зоны там есть стратегическая застава грубо говоря это . на карте туда приходите там определенная зона в которой стоят какие-то штуки энергоблоки три штуки вам нужно за время их сломать пока вы их ломаете на вас постоянно куча мобов бежит у вас есть таймер за который вам нужно справиться можно либо всех мобов убить и остаться один на один с этими энергоблоками после чего их можно по-быстрому взломать и развалить либо просто расстреливаете их и потихоньку снимаете когда вы убьете все эти энергоблоки появится босс с парой мобов которых нужно расстрелять и все это за определенное количество времени которое можно увеличить если по карте там какие-то датчики активировать в принципе все небольшое разнообразие и вариативность по миссиям есть это хорошо в принципе основа для игры готова вот есть какой-то движок карты лор какие-то миссии очень много там различных модификаций персонажа улучшить можно там кучу всего и три слота под оружие также есть у нас еще реактор внешние компоненты 4 штуки также еще есть улучшение для оружия также есть ограничение по энергии то есть не получится прямо натыкивать все подряд когда-нибудь вы упретесь в ограничение и придется выбирать что вам приоритет не ставить также у персонажей есть уровень ранг мастерства уровень прокачивается пока в этом все разваливаете направо и налево ранг мастерства прокачиваться за опыт который вы получаете в миссиях уровень у нас остается на персонажа а вот ранг мастерства идет за нами даже если мы меняем персонажа здесь можно крафтить уникальные пушки а также можно крафтить персонажей у каждого персонажа свои скиллы свои умения в этом весь прикол то есть как по мне основа для игры готова все есть система прокачки куча пушек прокачки оружия прокачки персонажа различные штуки которые улучшают персонажа очень много там крафта уникальных вещей куча скинов на все подряд там все что только можно надеть на персонажа есть различные пве режимы есть режимы с боссами всего этого навалом но есть две проблемы у игры которые подталкивают меня к тому что в игру следует играть когда разрабы и и доделают первое абсолютно неинтересное пв и которая уступает абсолютно любой игре где нормальная пв и то же самое destiny за дивизион и тому подобные игры в тысячу раз интереснее в плане пв и в плане каких-то боссов больших огромное количество игр где очень интересно побеждать боссов подбирать к ним специальные какие-то тактики и так далее поэтому в этом плане мне абсолютно не интересно вот на фоне вы видите все это время особую операцию 30-минутную где 30 минут на нас бегут мобы с двух сторон появляясь из кораблей которые прилетают что корабли там какой-то анимации из ниоткуда появляются то ли из инвиза прилетают или непонятно что неважно и мобы точно также внизу просто появляются и все и бегут к нам какому-то контейнеру хотят его поломать это настолько тупо выглядит что я даже словами не знаю как передать там есть четыре или сколько этапов или пять каждый раз просто мобы становится больше размером у них больше хп и чуть больше урон все первые несколько этапов просто глупые болванчики на вас бегут и вы их расстреливаете очень быстро потом уже ближе к концу мобы становятся большие и просто стадом на вас идут причем в конце они становятся какие-то медленные но очень жирные и против них нет никакой абсолютно боевки вообще ничего они самые глупые тупые и не интересные мобы которых я вообще видел в хоть в какой-либо игре насколько в division допустим интересно расстреливать было в пве режимах там надо в специальные места стрелять мобом то туда то сюда боссы там прикольные там есть какой-то геймплей глубина геймплея там вызывает это интерес тебе нужно подстраиваться под ситуацию под каждого моба под разные режимы здесь не надо подстраиваться здесь вся суть игры в том что мобы на вас либо бегут либо идут стадом и все и вы просто напихиваете в них патроны иногда нажимая скиллы в зависимости от того на каком расстоянии они работают все и просто рендите улучшение персонажа это не интересно вообще и последний гвоздь в крышку гроба этой игры это оптимизация до первого патча было все более-менее нормально в плане сетевом но fps а не было компьютер нагревается просто там как печка хотя игра с ограничением в 60 fps изначально сама по себе стоит и в 6 fps ах она уже работает хреново даже в 6 потом после какого-то небольшого патча еще и сетевые проблемы у меня начались игра периодически секунд на 5 зависает короче две вещи в этой игре если разработчики доработают то эта игра имеет право на жизнь онлайн сейчас в игре большой там тысяч по 200 но скорее это из-за того что игра бесплатная и она новая но если разработчики не будут заниматься игрой она очень быстро скатится в то что вообще в ней никого не будет и таких игр было полным полно да может быть в целом здесь есть чё погриндить пособирать по улучшать но вот сам процесс очень интересный нет глубины геймплея вообще да там на некоторых персонажах есть интересные скиллы которые добавляют активности геймплея но вот мобы вообще никак не добавляют ничего это просто глупые болванчики которые просто идут на вас стадом если этим болванчиком дать кучу хп они в итоге вас просто задавят стадом затопчет как стада коров оптимизация в любом случае этой игре нужна и сетевая и не сетевая поскольку игра очень жестко греет комп при низком даже фпс и сетевой оптимизации вообще не знаю где она периодически подглючивает или вообще зависает на несколько секунд большую часть времени конечно из 6 часов игралась нормально но не всегда может разработчики не рассчитывали на такой онлайн может серваки у них там не справляются или я не знаю чё но работает она не стабильно а мобы абсолютно не интересные и боссы тоже это лично мое мнение свое можете написать в комментариях у меня в принципе только две претензии к игре в плане там гринда прокачки все остальное вроде как там много занятий в игре даже для начала игры но в конце можно еще добавить то что сюжет а также видео которые сопровождаются с сюжетом не интересные какие-то некие не мотографичные до действия недалеко также еще анимации особенно у ботов они какие-то рваные не плавные не четкие в этом плане тоже есть куда поработать пока что игра такое вот как у нее есть смешанные отзывы она в принципе так и есть 50 на 50 если разрабы будут работать сыграть то может что-то из нее и получится но это не точно обычно игры вот как выходят они примерно в таком положении дальше и катятся сомневаюсь что игра очень сильно улучшится дай бог если она будет чуть меньше лагать ну а как они ботов будут дорабатывать ну очень сильно сомневаюсь что это как-то у них получится в принципе такие вот дела с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока